Раньше бездомных животных отлавливали и отправляли в клинику, где оказывали помощь. А сейчас заработала медицина на колесах. Так, например, раненому псу здесь могут провести операцию, а уже потом отправят его в приют. Там внутри и стол регулируемый электрический для операции и для УЗИ. Отдельный сметровой стол, реанимационный оборудование, коагулятор, кислород. Здесь есть кислород, здесь есть пневмоподвеска, чтобы можно его было так установить, чтобы делать операции сложные. Не отдельный кондиционер, а отдельное отопление. Госпиталь спроектирован на базе скорой помощи. В нем можно лечить сразу двух животных. Такой автомобиль получила организация «Зоозащита НН» от администрации Нижнего Новгорода. В ее приют отправился с визитом исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев. Посмотрел также первый мобильный ветеринарный госпиталь. В Нижнем Новгороде это очень нужная вещь, поскольку многие животные сразу после отлова нуждаются в оказании медицинской помощи. Сам ветеринарный мобильный госпиталь, он, можно сказать, такой в полной комплектации. В дальнейшем в этот госпиталь нижегородцы смогут отвозить своих питомцев, предварительно оформив заявку. Сейчас после отлова необходимой медицинской помощи безнадзорные животные попадают в приют. Только в прошлом месяце отсюда забрали 30 взрослых собак. А еще количество безнадзорных животных в Нижнем Новгороде за этот год сократилось. Это говорит о том, что отношение к животным у нижегородцев изменилось. Комфортная среда создается и для домашних любимцев. В городе в последнее время делаются серьезные шаги в части развития инфраструктуры для домашних животных. Для выгол тренировки домашних животных построено 10 таких площадок. В этом году будут построены еще 5 площадок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Дарья Кульбакина. Время новостей.